Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это не приводит к полному процессу и к целостному акту. Что такое целостный акт творческого органа? Это целостный акт, когда рождается ребенок, когда творчество приносит плоды. Каждый ребенок в этом творчестве счастлив. Вот когда есть много-много бэйбиков, они все бегают и радуются. Это совершенно потрясающий творческий процесс, который радует и маму, и папу, и сами плоды. Марина, мне кажется, ты забыла о другом, очень важном аспекте творчества, связанном с тем, которое выражала богиня Турхат, великами. Продолжение следует... Продолжение следует... Родила двух, безусловно, любимых детей просто безумие. Просто безумие. Ну и что, некоторые 10 раз замуж выходят... Я бы не знаю больше. И что? И 15 раз с нуля жизни. И что? Нет, я говорю, что это не... Смотрите на плодах. Вот момент притяжения. Я сейчас хочу остановиться немножко о том, что ты могла бы сказать о темном аспекте творчества. И разрушаю прежние формы и строю новые. И даже, может быть, об очаровании темным, которое свойственно этому поиску. О таких ликах творчества, которые связаны с действительно ужасными масками Гигера, которые вот ты вытащила, эту статью. Эти гипертрофированные чудовищные младенцы-фалосы в общей матрице штампующей людей, в этом движении бесконечного соития жизни со смертью. Я хочу сказать очень просто. И самое безумное, это быть исключительно простым и естественным в любой ситуации и в любом сообществе. Вот безумие сохраняет себя в любой обстановке. Это очень хорошее качество. Так вот, творчество, темная и светлая сторона, они получают силу, они получают мощь. При наличии четырех условий, которые тоже очень простые. Первое. Не надо бояться ходить сюда. Не надо бояться ходить в темную сторону, в мрак, в провал, в великую пустоту за ответом. И не надо бояться делиться своим просветлением. Как только ты начинаешь его забирать к себе, ты останавливаешь свой собственный процесс. Третье. Надо получать от всего радость. Если вы не получаете радость от процесса, вы занимаетесь совершенно не тем. Я могу это гарантировать. Вы занимаетесь не тем, если у вас нет радости. Пожалуйста, смените рамку, формат, направление. У вас что-то вот не то. И последнее. Когда совершенно осознанно говорите, что я готов. Я подвязался. Я великий пионер. Я великий служащий. У меня есть толк, и я служу. И берете на себя тягоды и заботы о других людях. Только тогда приходит сила. Приходит то, что называется английским словом power. Мощь. Мощь творчества. Power. Power. Мачу. И вообще, господа, началась эпоха женщин. Она началась в 96-м году, 27-го июня. Я предлагаю за это выпить. Это что у нас? Чай. Это у нас кофе. Я выпиваю кофе за начало эпохи женщин. Кропотливость. Терпение. Устойчивость. Заваживание. Консерватизм. Мудрость. Любовь. Терпение. Сострадание. Рождение детей. Давайте выпьем. Давайте. За наших женщин. За женщин. За женщин. Таких как. Таких как Мир. Таких как Марина. Таких как Верман. Таких как Верман. Таких как Попот. Мы стараемся на этой конференции чуть-чуть протоптать тропы в область безумия. И одной из рабочей моделей является такая постоянная подмена слова безумия, словом необычное состояние сознания. Или необычный опыт. Или иной мир. С тем, что поскольку данная область прошу кортированная, и она не обладает той, я бы сказал, эпилептической страхом или гнётом, который обладает ярлык обычного безумия. Ты безумен, всё, тебя нужно лечить, нормализовать. Это страшно, я не такой, как все, я безумен и так далее. И это закрывает вратак творчества. Поэтому вот как бы фокус этой конференции с тем, чтобы через наши совместные усилия помочь людям направить внимание. Если есть в ту сторону внимание направленное, если есть открытость восприимчивости, если есть действительно желание дать творцу в каждом из нас, женщине, мужчине, рожать, разрушать, созидать, творить, гармонизировать, общаться. Я думаю, что создание креативности в каждом – это хороший, по-безумному, безумно хороший проект. И я за то, чтобы конференция дала толчок новому видению старых слов. И безумие не вызывало бы ассоциацию первого порядка об изоляции и общественной безопасности, а говорило о более глубоком значении, без ума, без буйствования интеллекта, потому что интеллектуальные игрушки никуда не приводят. Это ограниченные. Пусть это тупик. Настоящее творчество рождается тогда, когда уходит контроль. Но умение держать поток в своих руках, как водную струю бьющуюся, и вы ее удерживаете, и она вас не сносит вместе с собой, а вы занимаетесь винсерфингом на потоке творчества, вы настолько используете этот поток, настолько красиво двигаетесь по этой волне, что вы каждую секунду, каждую мгновение рождаете что-то новое. Ну, эта образная картинка, она мне нравится. Фанализированный поток, форматированный поток, действительно стремящийся, потому что безумие, в моем понимании, это именно особенно для безумно такого давлеющего контроля интеллекта и компульсивного, навязчивого материалистического взгляда на жизнь. Карлос Кастанеда все время получил такое наставление от Дона Куана, я сейчас не помню точно типологию, но вот как бы он различил между идиотами здравого смысла, то есть те люди, которые вообще даже ничего не понимают, они живут и считают, что это и есть единственная реальность. Тем людьми, которые уже начинают сходить вот с этого нормального ума и понимают, что не все тут так просто, что может быть мир, в котором мы живем, есть виртуальная реальность, которая кем-то сделана, как в недавнем фильме «Матрица», или сон какого-то бога, как в рассказах Борхеса, и что оказывается, что не все так-то просто, дырки в реальности везде. И дальше следующая стадия, это у него там есть, по-моему, «безумная мудрость», да? «Безумная мудрость». «Безумная мудрость» — это прекрасное выражение. Такая метафора. Это ахимическая свадьба между мудростью и безумной. «Безумная мудрость», я думаю, что родится некое новое слово. Удивительный момент то, что где-то полтора года назад под Новый год и пришла абсолютно безумная фраза, которая звучала очень просто. «Никто ничего не знает ни о чем на самом деле». И она звучала во мне три месяца до тех пор, пока я буквально не съела ее. Вот в русском языке есть прекрасный глагол «я есть мудрость». Просто истина должна быть съедена. Когда она съедена, она усвоена, она вызывает совершенно другое переживание. На четвертый месяц я стала жить этим. «Никто ничего не знает ни о чем на самом деле». Вот на российской конференции у ППЛ наша группа пела это как мантру по утрам. «Никто ничего не знает ни о чем». Им очень понравилось. Мантра стала расползаться по стороне. «Такая мантра обновления. Наивная детская песенка, которая вспахивает это поле. Да, вытаскивает архетипические функции». «Знания». А все мы действительно, вот как-то вот я когда оглядываюсь на себя, на других, доходим до того, что врастаем себя в клетку. И, в принципе, это опасность стать идиотом здравого смысла, о котором говорил Дон Пан, она существует для каждого. Независимо от профессиональных энергетностей. «Есть же выход, который должен быть на автомате, как рефлекс. Чувствуешь, что ты это терминируешь, поворачиваешь 90 градусов. Все». Кстати, это вот одно из главных, когда меня спрашивают в интервью, там, или люди, «Какой самый главный урок там, грузовских семинаров?» Я говорю, «Выход есть». «Выход». Это значит, что существует полный цикл рождения. «Я хочу сказать вот Макаровскую, изумительную совершенно фразу, над которой вот при полном молчащем зале я начала хохотать одна. Вот не было никого, ни коллег по предыдущей профессиональной деятельности, так сказать, и поэтому я хохотала так громко, что на меня двинулся весь зал. Там сидели медики, ординаторы, там сидели классические психологи, там сидели наркологи. И у нас было следующее, что Россия долгое время, очень долгое время плелась в хвосте всей профессиональной, все профессиональное сообщество мирового, творяя эклектичные техники, вот даже не интегративные, даже эклектичные тренинги. И, собственно, тихонечко в конце хвостит им гордилась. Вдруг весь мир повернул на 180 градусов и сказал, «Ура! Это то, что мы все искали». И мы когда-то впереди. Я не было, в чем молоча из зала, потому что это была гениальная фраза, совершенно гениальная. Заодно эту фразу можно поверить Макарову, что он это видит, что все будущее за интеграцией, за консолидацией. Кстати, вот когда мы недавно были в Будапеште на встрече Европейской трансперсональной ассоциации в этом августе, я провел такой мини-тест, спрашивая трансперсональных психологов из разных европейских стран, как у них принимается, воспринимается и называется трансперсональное направление. Говоря также и о наших некоторых трудностях, о том, что трансперсональное сосуществует вместе с духовной, с интегративной. Оказалось, что мы не одиноки, и что во всех странах происходит точно то же. В Германии в большей степени прижился термин интегративная психология, наподобие подхода, который развивает Володя Костов. В Испании больше любят духовную психологию, ну и так далее. То есть это везде, но во всех странах считают, что за этим направлением, как бы он ни называл будущее, что сейчас пришло время все заново синтегрировать в своем собственном опыте с птичьего полета, преодолеть. Все цеховые профессиональные границы. Абсолютно все цеховые. Пройдя к источнику знания, мудрости, видения природы человека. А вот что я могу сказать по опыту моих коллег-психодраматистов и по опыту тех социодрам, которые я непосредственно проводила буквально только что, что коллективное бессознательное сейчас будет поддерживать объединение. И был абсолютно четкий ответ коллективного бессознательного среди социальных атомов этой социодрамы последней, что если будет дальнейшая дифференциация, не будет того, ради которого это делается, когда имеется в виду прикладной смысл происходящий. Потому что любая теория без практики безжизненна. Безжизнен, если нет... Разрешить задать тебе еще один вопрос по того дела, которое стало твоим дневником, и даже не отрывным от тебя, по поводу метода, который ты родила, инсайты. Инсайты. Инсайты, это буквально прозрение, это вспышка ясности, это знание, но это вот такое взрывообразное возникновение чего-то. То есть в своем названии ты ухватила, вот оно. Скажи, инсайты, поскольку. Инсайты, что? Как? Я называла это инсайты терапии, сейчас этот термин фактически официально вошел уже как термин нового направления. Инсайты, это для меня просто дело жизни. Это вот то, что непосредственно проходит через меня, и то, что я просто обязана отдать, и то, что я намерена создать как новое направление психотерапии. Что это такое, почему это новое? Потому что именно потому, что это не логическое, это надрациональное познание, которое вот копится, копится, копится и взрывообразно осознается человеком, именно поэтому оно имеет свою силу. Сам инсайты терапевт, когда проводит глубокую личностную трансформацию, становится настолько тонким инструментом, но вместе с тем настолько устойчивым, что он может работать в любой обстановке, с любым человеком, и собственно говоря, с любым диагнозом и будет мгновенно выдавать оптимул. Это совершенно другой новый тип тренера, психотерапевта, коучера. Вот я поддерживаю этот термин. Коучер — это личный наставник. Но поскольку у нас в нашей стране наставник немножко опорочено слово, я придерживаюсь того, чтобы назвать это мой личный коучер или коуч-тренер, который тренирует человека во всех ситуациях, которые требуют мгновенной адаптации, мгновенного реагирования и при этом без возникающего чувства фрустрации, что говорит о том, что человек полностью доверяет своей реакции. У него нет ни юмора на лестнице, у него нет остаточной досады, он оптимален в своем проявлении. Когда он оптимален, он радуется. А когда человек радуется, это самый достоверный критерий. — Все правильно, все хорошо. — Все правильно. Можно что угодно, но эти у человека... — Можно сказать, это инсайд для того, чтобы было больше вот этого. — Больше вот этого. И проходящий человек с инсайд человек становится устойчивым гармонизатором. И вы сделали свое дело. Вы отпустили этого человека, потому что самое главное второе, что делает инсайд терапия, она позволяет человеку самому себе выработать психофизиологический навык быть самостоятельным. глобальнейшая проблема, с которой люди приходят в психологию, в психотерапию — это то, что они хотят быть взрослыми. Они считают, что взрослые — это скучно. И сайт показывает, что это весело. Он говорит, я не буду это делать, это сложно. Почему сложно? Ты просто смотри, делай раз, делай два. И вот наглядность обучения — вот потрясающая находка наших рекламистов. Может быть, не наших, может быть, западных. Когда выходит эта потрясающая женщина с ножницами, цокает камбучками и говорит, хочешь знать, как она работает, ты делай так. Гениально. Шесть баллов. Просто гениально. Человек хочет знать, как она работает. И если ему затуманивают и не показывают, как она работает, он может с этим соприкоснуться, но он не станет этим быть. Он не будет этим. Он не станет дальше развиваться. Он будет прикасаться и уходить, прикасаться и развить. Уходить. Если запускать его процесс самореализации, если делать его независимым, а этого не было раньше, не было ни в классической психотерапии, ни в классической психологии, возможность сделать человека независимым. Вот всё то, что делает Володя, всё, что делается в инсайтерапии, то, что делается в массе других новых направлений, это сделать человека креатором. А дальше, за креатором, он будет заниматься сверхразвитием, он будет заниматься своим эпигенезом. А это потрясающая цель. Правда, это потрясающая цель? Ну да. Мы всё ещё находимся в этом шоке и потрясении. Спасибо большое, Марина. Пожалуйста. Это была Марина Белокурая, Белокураева создатель и мастер инсайта на конференции и безумие, и творчество, транс-персональный взгляд. Вот он тоже есть. Мастер инсайта. 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 А, вон, скорился всё. Так, врубай. А, вон, всё. Всё врубилось. Сейчас мы загрузим. Пожалуйста. Пожалуйста. как раз на берегу Латненского узора. Круги очень мощные и с очень светлой энергией. А потом эти же круги я просканировал в мае этого года во время войны Судославия. Вот какая разница. Вот это вот старт первый круг. Взаимодействие волновых функций, связанных с этим местом, и процессора компьютера. Создается там такая специальная цепочка бифуркации, и она как раз проецирует этот вид. Вот это второй круг в этом же комплексе. Он как бы центральный, который координирует энергию всей системы. Вот здесь видите, такая как бы система тоже тонкоматериальных миров и поэшеровского пространства. Вот это тоже сбалансированная энергия, потому что меняются все там. Вот теперь вот те же самые круги, но уже во время войны в Югославии. Вот первый круг, помните, где радуга была? Угу. Комментарий из личных, да? То есть символика смерти во всех ее проявлениях. А что это за фиолет? Ну вот центр какой-то. То есть, в принципе, энергетический центр все равно связан с кругом. Но фон… То есть, как бы вот мои представления, круги – это своего рода акупунктурные точки, чакры Земли. Соответственно, когда общая энергетика ноосферы ухудшается, то вся эта дрянь астральная, она просто начинает через круги. И, соответственно, круги резко засоряются вот этой вот негативной энергией. Вот. Теперь вот смотрите второй круг. Вот тот, который центральный, что там произошло. То есть, видите, здесь эта энергия, она как в клетке тебе находится. Тоже такая блокировка идет очень мощная. Вот. А теперь вот смотрите, там у меня как раз семинар был с моими шатманскими студентами. И вот мы как раз работали с этими кругами. Задача была как-то вот сбалансировать и убрать хотя бы частично эту негативную энергию. Вот смотрите, что получилось после работы. Вот первый круг. И черепа были. То есть, вот видите, там вот эта сущность такая негативная, ее загнали в подземный как бы мир, который в этом месте живет. Вот она. Сущность такая как бы, ощущение ее очень приятно, называется. Она уже из круга убралась. Вот второй круг центральный. Тут уже вообще такая сбалансированная энергия, которая начинает. Вот эта система, она работает как такой визуальный аналог книги перемен. То есть идея, в принципе, это та же самая. Вот идея синхронизма, которая положена в основу книги перемен. Ну, соответственно, уже реализованная современными техническими средствами. Да, там получается очень много возможностей, которых нет в исходной книге перемен. Ну, вот если хотите, можно сейчас делать сканирование вот этого места. Ну, в общем, давайте. Чистоты эксперимента, кто хочет, нажмите кнопочку. Давайте. 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 А сейчас ваша задача, вот эту кнопочку нажать отпустим. Ваша задача сконцентрироваться. Ну, уже все. Ух ты. Калачакра. Да. Умалда калачакра. Так что, значит, мы сейчас хорошо настроились на верхний план. Привожили опыт? Ну да, вот как бы вот. А если я сейчас другой человек нажимает? Ну, другой вопрос. Та же на ней перемен, все время вопросы нельзя повторять один и тот же, потому что уже эту систему перестают верную ответы выдавать. А другой вопрос, пожалуйста. Это первый уровень? А? Это первый уровень? Уровень чего? Ну вот вы показывали буквально, что вот здесь. Нет. Это мандала калачакры. То есть это мандала, которая используется на обряде калачакры. А это? То есть это традиционная тибетская мандала. Ну вот, соответственно, уже энергии, которые крутятся, они как бы все. Вы просто задавались? Ну, я вообще настроилась. А что вы не могли? Ну, можно все. Можно место. То есть, грубо говоря, эта система у человека машинная. Она, естественно, не дает ответа да-нет. Та же, как книга перемен. То есть она дает некий визуальный образ, архетип, связанный с проблемой. Соответственно, можно спросить о своей личной проблеме. Можно спросить о месте каком-то. Можно просканировать слои разные, временные. Значит, вот это. Только настроиться надо. Так, настроиться? Да. Настроиться, нажать. То есть, концентрируется надо. Потому что ответ зависит от вашей концентрации. Если концентрация плохая, то и, так сказать, ответ будет далекий от истины. Да. Мандалы из человеческих тел. Какая-то многомерная структура. Можно еще спросить? Что это означает? Ну, это надо уже знать вопрос. Вот одно из направлений, которое я разработал, как бы рабочее название – виртуальный психоанализ. То есть, соответственно, человеку, у которого какие-то проблемы, вытаскивается архетип проблемы на компьютере, а потом идет алхимическая трансмутация. То есть, используя алхимическую символику, эта картинка исходно превращается в ту, которая позволяет человеку трансформироваться. Потом эта информация сбрасывается на видеокассету, озвучивается, и человек уже с этой видеокассетой работает, как медитативная техника. Да. Потом, значит, через какое-то время это на следующем этапе повторяется. То есть, тут очень интересно. Что нажимать надо? Вот кнопочка. Тоже сконцентрироваться. Нажать, отпусти. Ну, что так? Ну, что такое? Ну, что такое? Ну, что такое? Что значит, не нужно знать? Ну, красный негу – это нам даже вопросно, чтобы так что-то интерпретировать. Сразу видно, что здесь красного цвета много, значит, соответственно… Агрессия? Да, агрессия такая. Может, подавленные какие-то. А мы еще попробуем. Ну да, то есть задуматься над совпадением бэкграунда, это где-то один из десяти тысяч. Шанс маленький. Ребят, я хочу задать вопрос, чем закончится конференция? Можно? Давай, Женя, попробуй. Ну, архетип энергетических концертов. Интересно, это значит, центов что ли наладить? Если сойдут суммы. Ну, как раз, когда ты что-то делаешь. Казенный дом. Подвал, подвал. Морзили, шаманило. Ну, он в нижний мир выглядел какой-то. Ну, такого, многомерного. Подвал. Подвал бессознательного? Да. Мы тебе вести ничего. Бессознательный и бессознательный. Концентрация на вопрос. Да, да, то есть задумать, что бы вы хотели. Боруси вслух. Да, вот это. Ну, и там что-то с подавлением связано. Ну, просто держится. Здесь вот мой кончайк. А это элементы, с которых вот эта движущаяся часть. Ну, тут как бы каждая картинка настроится, это же не фотография, а как мозаика. Здесь комбинируется вот этот бэкграунд, то есть фон, элементы, которые движутся, цвета обтяжки, траектории движения, ну и так далее. Ну, я покажу, в принципе, любую картинку как трансформирую. Интересно, это я вчера в чечестве, да, увидел? А, шарки там. Вот видите, эти стали больше. А, интересно. Так, по-моему, эта расчетка такая же была. Шарики выскочили, да, соответственно, можно по-друге. Можно по-друге. А, шарики. А любая картинка может развиваться, да, как в моменте? Да, нет, ну вот это я сейчас задаю разные варианты. Теперь вот можно какие-то другие смотреть. Фон, как уштишка. Фон. Вот сейчас трансформируется резкая ситуация, видите? Вот как бы базовый архетип тот же, а уже фон изменился, изменилась энергетика. Я, как бы, исходя из ощущения, что заблокировано, я выбрал картинку, которая, как бы, с моей точки зрения, ну, просто такой психоанализ, он требует времени, естественно, я сейчас просто демонстрирую. Вот, ну, так вот. Это после какое-то времени, да? Да, то есть вот при работе с вашей проблемой меняются все эти элементы, из них уже состыковываются новости. То есть подбираясь, как раз, то что вы живете, скажем, что вы живете. А вы не работаете, да? Да. Ну, это одно из моих направлений, потому что у меня, как бы, одно направление, это, как бы, феномиология тонких миров, а другое, это природа архетипа, архетипического знания, формацию, как вот это, где же к архетипу. И вот, соответственно, оно позволяет, например, и ту же битаскать на этой ситуации. Плечи полностью расслабить, вот в этом положении. Прекрасно, полностью расслабить. Полностью расслабить, плечи. Прекрасно, продолжая плечами танцевать. Свободными плечами танцевать. Плечи могут танцевать, как вверх и вниз, вот вперед и назад. Может быть, одну вверх, а другую вниз. Прекрасно, продолжая танцевать плечами, меняя ритм. Поднимаемся на ноги. Остановились в этом положении, в котором застала вас моя команда. Продолжаем танцевать плечами в этом положении. Танец. Попробуйте передвигать тело в пространстве, плечи Продолжение следует... 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 Да, и это в аналог конференции входит все, раздавайте мне вопросы о твоем подходе к безумию и о твоем понимании творчества. Если так оттолкнуться как бы от свежей темы, которая только что посвящала от изобретенного тобой фактурного оракула, который является современным, я бы сказал, современной машиной дзин. То есть современная в том смысле, что она использует достижения эпохи информационно-компьютерной цивилизации, то что в нем воплощены такие визуальные эффекты, свойственные для современной мультимедиума. Конечно, мультимедиум должно было, что называется, в их неограниченном уме, но это является хорошей метафорой. Скажите, пожалуйста. Это только инструмент, а это все, что-то сказать. Что вообще с помощью этого оракула, какую новизну мы имеем? Как вот человек приставил палец кнопки компьютера и вдруг мы что-то узнаем? Что рождается? Ну, эта система каким образом работает? Мы, прежде всего, используем принцип синхроничности. То есть то, что различные объекты, различные системы, они оказываются связаны с другом. Соответственно, когда мы используем компьютер, он просто проявляет синхроничные потоки, которые объективно вокруг нас существуют. И в этом отношении он не дублирует то, что мы видим в измененных состояниях сознания, а скорее как бы дает дополнительные измерения. Вот, скажем, когда я делаю погружения какие-то с группой, этот прибор мне дает очень полезную информацию о том, в каком состоянии группы. С одной стороны, это чувствую, но дополнительная информация в приборах всегда полезна. Ну и, конечно, он дает глубокие какие-то моменты, связанные с индивидуальным переживанием, с индивидуальным знанием. Гуддисты говорили, что все происходящее, любые события, любые переживания, это есть, ну, я бы сказал, используя современную также техническую метафору, моменты считывания. Ну, скажем, считывания с хад-драйва компьютера информации. Момент считывания, и потом это выражается на том или ином языке. Скажем, вот то, что происходит сейчас, это момент тоже считывания изначального дао, которое каждый из нас воспринимает по-своему со своей этикой, со своей точки зрения. И в этом смысле фрактальный оракул является также инструментом считывания. Синхронно мы боковое зрение видим, что твой коллега держит книгу гадания. То есть это тоже момент, который впредь в мое считывание. И я отмечаю, что это момент простой самой синхронности, говоря о гадании, я вижу книгу гадания, и мы говорим… А самое главное, что у каждого своя система восприятия, и когда мы берем, дополняем нашу систему восприятия, систему восприятия вот этой вот компьютерной формы реальности, то это даёт очень мощную помощь. Жень, у меня вопрос немножко о твоей шаманской наследственности. Я иногда называю тебя техно-шаманом на конференциях. Это ёмкий для меня термин, который как-то две стороны твоего дара передаёт. То есть дар действительно техно-культуры, высшей степени элитарного, и дар мага и первопроходца, то есть дар иррациональности, и работаю в необычных изменённых состояниях сознания. Как известно, шаманы были прежде всего решателями проблем. То есть мне нравится определение Минделла, который говорил, что шаман, шаманизм – это есть архетип встречи человека с неизвестным. И каждый раз, когда мы встречаемся с неизвестным, каждый раз, когда мы решаем проблемы, в нас пробуждается древний, добродовременный спящий шаман у нас самих. Что тебя поражает в шаманах? Ну, прежде всего, конечно, это видение более широкой картины реальности. Потому что современный человек очень сильно зашурен, его пространство сужено рамками социальной парадигмы. А настоящий шаман – это человек, который является странником между мирами и человеком открытым новому знанию. Но, к сожалению, нео-шаманы, которые сейчас в большом количестве появились, мы с тобой много об этом говорили, они часто превращаются в ещё более зашуренных людей, которые попадают в очень жёсткую традицию, и они превращаются в какой-то вариант действительно такого плохого компьютера. Вот Настасья Шаман, которую меня посчастливилось встречать в Сибири, потрясающие шаманы, которые встретились на Гавайях, в Северной Америке, это действительно люди открытые новыми, люди, которые стоят над шаманами. И вот, конечно, если говорить о шаманизме, то именно эта традиция мне наиболее близка. Ну, а родовые у меня какие корни? У меня вот по материнской линии прабабушка была очень такой сильной деревенской ценительницей. То есть она из будущей, из нахарки, да. У нас шаманы в России те же не приняты. Но она была очень добрая, она была как бы православная женщина, но в то же время она лечила людей, лечила даже с кадиной, помогала какие-то прогнозы на будущее делать. А вот по отцам с кадиной у меня есть предки из Испании, из Германии, и там, в общем-то, были люди, связанные с алхимической традицией. Женя, еще один вопрос, который мне хочется тебя спросить, это о том самом, о моменте «Ага, Эврика», как это происходит у тебя, когда вдруг что-то и когда-то? Ну, как всегда, это происходит непредсказуемо. То есть есть некие австатисты, которые вероятность повышают. Но будет ли это там или нет, конечно, это, наверное, подвластно только богам. Но обычно для меня этот момент вот с путешествиями очень сильно связан. То есть когда я где-то в новых местах, когда какие-то новые впечатления, вот наступает некое ощущение вот переполнения этой новизной, этим новым знанием, и вот тогда вот может произойти такой инсайд. И, конечно, это одно из самых прекрасных мгновений в жизни, когда вот это знание входит. Значит, динамика, активность, смещение способствует тому, что ты становишься как-то, приоткрываешься знанием. Ну, как бы и то, и другое, и третье. То есть с одной стороны новизна мира, в который попадаешь, с другой стороны, конечно, обязательно духовные практики, которыми все время занимались. Твой совет людям, которые хотят больше творчества в жизни? Ну, прежде всего, Роша, то есть сериотип. Не попадать под какой-то жесткий шаблон. И, наверное, делится, да? И для этого, да. Вот для меня лично это путь, связанный с изучением разных традиций, религиозных, мистических и магических. Если человек только в одну традицию попадает, то очень велика вероятность, какой бы человек был хороший, не был, какая бы не была хорошая традиция, но она может затянуть, и человек очень быстро на этом зацикливается. Вот ты поднял вопрос о древних культурах, о необходимости их изучения. И я напомню нам обоим, что в древних культурах творчество очень часто связывается с женскими энергиями, с женской ипостасией. Какой твой взгляд и твой опыт? Ну, я бы не сказал, что именно женская энергия, то есть женщина внашивает в себе новое знание. В русской культуре музы, вдохновение. Ну, правильно. Но, с другой стороны, там обязательно есть и образ некого духа, который использует. То есть всегда вот это, говоря языком юнга, анима, анимус. То есть творчество – это момент, когда происходит зачатие ног. Естественно, зачатие должно произойти только когда есть оба начала – и мужское, и женское. Но они оба одинаково необходимы. Но если поговорить все-таки о руле женского начала? Ну, женское начало – это очень важное начало почему? Потому что это именно те глубины хаоса, те глубины нижнего мира, откуда возникает все новое. То есть, грубо говоря, мужское начало, оно вносит некий элемент самоорганизации, но материал, из которого все это возникает – это то, что связано с женским началом. Это луна, это колодец хаоса у кельта. Поэтому, конечно, без женского начала нет вдохновения, нет инсайта, нет жизни. Поэтому тут разговора нет. Другое дело, что если говорить о той эпохе, когда мы сейчас живем – это кали-юга. И проблема кали-юги – это женское начало, которое ушло из-под гармонических отношений с мужским. То есть, такое вот очень эмансипированное женское начало. Как бы это придумали не сейчас, а на самом деле очень давно. Все в Индии, архитекты кали-юги. И, конечно, такое начало, оно свойственно только для фазы разрушения. То есть, оно уже не способно творить. В мире творчества есть такая проблема – проблема первого шага или проблема начала. Ну, скажем, писатели переживают так называемый блок к писательству. Вот вроде все есть – сел за машинку, за компьютер, и голова пустая. Есть также страх публичного проявления, когда, например, внутри в себя или в своей компании мы ого-го какие, а выйдя на сцену не имеем. Для преодоления этого существует в настоящее время колоссальное количество всевозможных семинаров. И технологий творчества – как писать, как рисовать, как стать гением, как стать творцом. Что ты думаешь по этому поводу? Возможно ли технологизация творчества и твой совет людям, которые хотели бы начать творить? Ну, для меня это как бы просто разные ступени. И, скорее, творчество для меня – это все-таки не этап, когда человек что-то начинает писать, рисовать, вербализовать. То есть с материальной точки зрения это и есть главный этап. А с внутренней точки зрения главный этап – это вот этот внутренний инсайт, озарение, то, что происходит внутри человека. Если его нет, то каждый человек может прекрасно, так сказать, очень грамотно писать, но ни одного хорошего стихотворения, рассказа, романа, река не напишет. Если в нем есть инсайт, он может писать даже очень коряво, то есть у него будет плохой язык, но это будет интересная вещь. Ну, пример, скажем, тот же Головачев, то есть как писатель, он, конечно, никакой критики серьезно не выдерживает, а в то же время взять вот его вещь, тень Люциферова, сала, такие там инсайты. Ну, как бы, бывают ситуации, когда совмещается и то, и другое, скажем, взять того же Пелевина, да? Вот, но все-таки вот худший вариант, когда есть хорошая форма такая, ну, безданная, совершенно без новизны. Поэтому, как бы, учить тому и другому надо по-разному. Ясно, что технология важна. Если человек, скажем, получает образы какие-то связанные с визуальным творчеством и не может нарисовать, то пропадают какие-то очень важные вещи для человечества. И здесь даже современные технологии могут очень много дать, скажем, использование вот этих визуальных оболочек компьютера виртуальных позволяет творить какие-то визуальные вещи людям, которые не умеют рисовать. Вот к ним тоже, к сожалению, не отношусь. Но, тем не менее... В твоей книжке полно замечательных рисунков. Ну, это вот с помощью компьютера еще сделано. То есть здесь вот как раз тот случай, когда инсайты есть, а вот формы я делаю с помощью каких-то железных вещей. Поэтому, конечно, вот этот план надо развивать, но просто его надо развивать соразмерно с первым. Потому что сейчас... Часто людям говорят, вот ты там научился, скажем, каким-то правилам психоткнажения, ты уже поверишь. Это, конечно, подлог, вещь неадекватная. Хотя, конечно, надо и то, и другое. Если бы нас в детстве учили рисовать, я думаю, мы с тобой чувствовали себя лучше. Когда знаешь, в старинных гимназиях все это... Ну, не научились, не научились, значит, можно как-то компьютер использовать. Или музыка тоже. Ты все-таки с музыкой в этом отношении как-то более хорошо общаешься. А я только слушатель. Хотя, конечно, вот было бы здорово, если мы научились сам сочинять и писать. Ну, собственно говоря, это конкуренция и служба для того, чтобы помочь, как увеличить на стекло людям сфокусироваться на том, что такое творчество. Спасибо тебе за то, что ответил на вопросы. С нами был Евгений Файдыш, знаменитый российский исследователь измененных и необычных состояний сознания, специалист по шаманизму, по картографиям древних миров. Техно-шаман. Спасибо, Женя. Да, вступить не было. Все поля творчества и безумие пересекаются в жизни. В жизни? О, это так просто не сказать. Для творчества? И поля ли это? И поля ли это? Или это линия или пространство? Что? Да,OH. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...